всех приветствую на канале эко червь меня зовут кирилл видео дендробена и пищевые отходы собственно вот на примере одного из буртов дендробена полностью здесь сидит на торфе здесь микс верховой нейтрализованный и низинный дендробена разная малек встречается и кокон есть все 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 подряд и пищевые отходы самые такие домашние морковь очистки укроп скорлупа яичная для чего это видео снимаем здесь для меня это подкормка для них это видео интересно будет тем кто хочет на даче у себя разводить именно дендробену дендробену я позиционирую именно червя для сельского хозяйства лучшего несмотря на то что говорят и пишут все-таки это лучше червь кого многим показателям они об этих показателях чуть дальше вот таким образом я распределяете пищевые отходы органические растительные что тут только нету ничего не ферментировалась просто собиралась пакета так лежала вот такое количество небольшое все это присыпает оффом естественно субстратом аккуратно абсолютно точно также можно делать в обыкновенном ящике в небольшом формате то естественно просто регулировать количество пищевых отходов все это присыпается хорошенько чтобы запах еще устранить можно сверху свежим торфом присыпать но я уже таким субстратом более-менее переработанным таким вот образом присыпается и естественно все это дело хорошенько поливаем пока поливая вот преимущество дендробена перед другими видами во первых это крупный червяк и упругий растет набирает массу крайне быстро при благоприятных условиях никуда не бегает смело можно содержать зимой даже в наших условиях если хорошо на даче учеплить бурт то он перезимует без проблем размножается хорошо этот червяк опять же говорю он очень хорошо набирает массу а соответственно перерабатывает большое количество органики он норный то есть он строит свои норы достаточно глубоко до 5 а то и 8 метров в глубину прорывает очень хорошо но и что касается вермикомпоста после дендробена то есть вот он какой рассыпчатый получается с ним крайне удобно работать наши клиенты уже знают постоянное особенно то есть вот такая рассыпчатая масса в том числе после органических отходов тоже такого рода получается но это естественно после просейки просеивается и вот она такая вот очень с ней удобно работать можно шарики у меня кто-то из клиентов делает прямо шарики из нее подкладывают куда-то в землю кто-то просто сыпет вот это основные преимущества ну вот так вот в не в два в три борта я распределю сколько у меня органики есть собственно говоря тем кто разводит червя органика в данном случае является дополнительным питанием можно меньше кормить также естественно мы подкладываем и картон здесь его найти сейчас будет крайне сложно потому что они уже хорошенько переели может быть сейчас какие-то ошметки останутся если он малька полно видео тоже будет видно нет картона здесь уже нету вот сейчас я пройдусь посмотрю в общем по ферме где-то у меня были а ну вот собственно говоря ошметки картона все что остается от него это там борты стоят на просушку на просейку поэтому картон не до конца съеден вот таким вот образом можно еще дополнить рацион червя